ну вот еще хочу сказать это лас-вегас это знаменитая стратосфера мы в старом даунтауне но почти в старом вот естественно здесь вот типа jack-in-the-box типа макдональдса сами знаете а вот естественно его офигенный почитатель просто вот так вот лежат люди а чё нет нормально в россии все херово правильно вот а в америке все офигенно блять нафиг именно туда же у нас стремится украина и другой евросоюз все нормально приезжайте к нам жить нифига си какой магазин с какими-то штуками здесь как и кой фигни только нет так ты тым тыры тымс небольшое небольшая заречка зарисовочка по поводу надежного американского строительства обращаем внимание значит это огромный какой-то будет наверно отель ресторан мотель и еще чего-нибудь заметьте все такое из фанеры картонная потом будет обрызгана обрызгана штукатуркой и все вот те на тебе вот строит его один человек а может быть даже где-то полтора ну максимум в принципе полтора два с половиной человека и нормально и можно построить что бери гвозди бивай да и все вот так вот ты тымс тыры тымс так это к слову что все уже вегасе не так как было вот этот паркинг как у нас люди любят называть когда-то был я бы сказал открытый ночной клуб здесь правда не было асфальта зато была сцена здесь выступали довольно интересные группы а интерьером были эти кабельные катушки от кабелей на эти такие большие деревянные а теперь это платный паркинг это же проще закатал асфальтом и и вот пожалуйста первый час три доллара каждый последующий доллар вот зато можно за 10 долларов запарковаться а можно и на месяц составить за 30 долларов чё серьезно что ли ну вот это надо узнать а то с каким месяцев а то то я искал куда машину деть еще раньше можно было пройдя мимо этих туалетов попасть сразу вот в этот вот клубик который теперь закрыт что ли а вот кстати часть тех столов про которые я говорю вот так вот были сделаны все эти столы как вы видите там есть даже такая фиговинка под зонтик ну вот и теперь хрен они это какой-то склад хорошо хоть никто не стрельнул ладно а какой тут фигни нет никакой заметьте бобинник не просто стерео бобинник тот старый прикиньте квадро то есть четырехканальный я помню это время когда было модно типа ну стерео понятно тогда пошло а еще было модно если у тебя есть квадро бобинник экватора она подразумевала что у тебя чуть начать с четырех колонах с разнесенным звуком что-то играет но не прижилось вот все это здесь можно купить здесь даже есть всякие такие пластинки офигеть купить что вроде прикола чего-то только нет я думаю для тех у кого особенно есть какой-то бар или кто пытается открыть бар здесь просто клад всего для интерьер а любого по моему бара здесь можно найти все и ладно найти интерьер бара здесь даже можно найти вставляете гардероб тут наверно киностудия позавидует честно говоря этому гардеробу и прикольно есть а и а и и Оба-на, что я вижу? Мою любимую пластинку. Моя любимая пластинка. 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 Машина. Надо брать. Моя любимая пластинка. 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 так попался значит вот он ты какой зелененький человечек ясно ясно так познание для таможни зубки покажите вот те маленький какой как вы думали кому сейчас легко даже инопланетянам сейчас нелегко вот так вот бедненький скрючился вот так вот он бактерии к наши не пошли на пользу говорили тебе не пей стеклоочиститель а ты люди бухают и мне нормально будет хрен там чего тут нету только сушить и как интересно господи на девушка новую на бывшую похож ладно нормально идем дальше понятно блин оба на ой мурзик ё-моё нашелся вот ты где чушь те тут не кормили что так тынс тыц тыр тыц тут тут сегодня небольшая экскурсия по старому даунтауну если кто не понял так скажем по античным его местам и по тем местам которые переделали я когда сюда попал лет 25 назад или даже больше это было все довольно таки зачухано даже вот этой дороге асфальтированной не было сейчас все по-другому но куча интереснейших таких мест чем можно кстати честно говоря интересно пошарахаться вот что я вам и предлагаю ничего тут только нету ой всякие хрустальные нетски я так понимаю или чё ой блин все капец я нашел его это аленький цветочек капец так стоп если это аленький цветочек здесь где-то должен быть этот который чудище так надо стать задом стенки мало ли какое тут чудище я же в америке ни фигачу нашел обратите внимание на эту карту вот внимательно посмотрите то есть у них карта старая счета посередине естественно америкам ну как бы понять можно и обратите внимание с одной стороны половина рашинс что-то написано совет федерейшин совершил репабликс а на другой стороне другая половина и найдет of совет при пабликс слушайте вот она их не мечта то еще с тех времен вы расколоть цвета чего тут только нет какой фигни тут только нет если упорядочить честно говоря даже будет интересно пластинки она кто-то собирал наверное коллег коллекцию всяких кисовских игрушек кстати когда это когда-то была такая кисмо мания я помню народ в натуре собирал это все они даже пронумерованные некоторые ну судя по ценам наверно очень даже пронумерованным че так это че у нас доска подчета наверное кто у нас тут подчете какой-то чувак ну ладно причем уже в цветах и перьях в его вас вегас все дела идем дальше нифигаси очень странные оружейный дисплей фигаси прикольно 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 так ладно пора валить отсюда хотя стоп чуть и повалю здесь девки какие-то еще есть идеальные причем молчат поставил и стоят красота и еще тут можно купить вот такую бибику бибика кстати стоит 375 долларов кто не верит показываю вот бибика вот ценник это он не тюлюм булюм не какой-то там porsche cayenne или еще чё не фигня какая-то это штука вечная прикольно в общем так ну чё надо взять пивка однозначно странно как-то пиво тут но это в стакане окей а вот и собака которая тоже любит пиво ты какое пиво пьешь шарик понятно никакое а не ну народ смотрите нифига тут сколько всяких пусковых установок вот и кнопочки слушайте надо им поменять тут кобеля то я так понимаю а то явно они тут нацелились на чё-то нет не туда а вот если поменять плюс с минусом то тогда в сочи можно жить спокойно и не только в сочи прикольный честно говоря баров ну что народ сегодняшний так скажем вечер это самое проходит под голубым небом но не смысл то что все голубые а просто небо голубое не подумайте ничего плохого вот вот здесь у нас можно поесть а вот там у нас можно уже купить какую-то марихуану продако вот продакт продакт который короче тут все очень странно стало явно не так как было но тем не менее ладно двигаемся дальше чё блин так здесь музыка отсюда надо валить потому что иначе надо будет накладывать на музыку музыку а бар честно говоря приколючий по-своему ну для тех кто не понял это лас-вегас арт дистрикт честно говоря в свое время именно здесь было вообще очень круто как очень круто ну очень круто ладно сейчас перейду дорогу расскажу ну что я хотел рассказать но первых это просто бар не надо на это обращать внимание это самое суть то в чем я опять таки подчеркну я не жалуюсь я просто сравниваю было стало да ну знаете такое вот есть было стало и чем меня не нравится в вегасе последнее время это то что мы потеряли ту атмосферу а-ля улю в лас-вегасе которая была здесь всегда неважно это воскресенье понедельник суббота ну вот сегодня у нас конечно рабочий день специально не буду говорить какой ну понятно народу как бы особо нет есть парковка есть вот такие всякие приколючие места вот они конечно превращаются в выходные так скажем более людные места вновь более людные но это не так как раньше было просто вот кишила народу и здесь очень четко проходили в свое время так называемые first black friday's то есть это когда в каждую пятницу каждого месяца первую пятницу каждого месяца собиралась кучу народу и здесь тусовка блин была опять-таки подчеркиваю была с в шести вечера до шести утра а теперь такая же тусовка тоже существует только почему-то заканчивается она в 11 вечера а потом типа страшно честно говоря я просто вот хотел сюда приехать потому что знал что в обычный рабочий день здесь будет проще запарковаться но то что здесь никого не будет и все будет закрыто я не ожидал вот такая неужиданность подстерегла меня в моей ужиданности вот о на мою бывшую похоже ну ладно в общем такая вот фигня так вот ну в общем как сами видите почти нет никого блин а дистрикт очень классный честно говоря все вроде бы так чистенько как ни странно почему то ну может когда-то и оживет но я уверен что уже лас-вегаса того лас-вегаса здесь не будет никогда друдун 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 ну и еще раз для тех кто хочет меня вечно отправить так скажем ой отъедь подальше от москвы ну вот ехал вот я в лас-вегасе вы даже можете увидеть там стратосферу да которая наблюдается esa вот запахов не чувствуете а запах не здесь ух я вам сказал шунель номер номер двадцать восемь вот такая вот штука ну а чего могу сказать вот такой вот вечер в старом даунтауне Идешь, идешь, так себе идет А, Сережа, Сережа А где Сережа? Чуть не понял Гулять не пойдет, что ли? А мячик, блин И кто нам теперь мячик вынесет? Сережа Вот так вот Ладно Придется прыгать через заборы Через угорождение Вот этого Угорожденного огорода Еще раз напоминаю Мы в старом даунтауне Кстати, здесь есть неплохой музыкальный бар Который мне очень-очень нравится Правда, не знаю, работает ли он сегодня Или нет Наверное, вряд ли Но тем не менее А что вот тем не менее Вот мы проходим, а там тишина Так, вот так же Идешь, идешь, иногда раз смотришь театр Потом такой раз Задумываешься, какой театр? Наверное, кукольный Судя по людям, которые здесь Ну да, а что еще можно подумать Не, место неплохое, интересное по-своему Когда здесь собираются какие-то такие, знаете, панк-тусовки В плане, можно иногда увидеть что-нибудь такое О чем даже не подумаешь Вот Ужасно когда-то было популярное Да и сейчас, в принципе, но только на выходных А раньше сюда и в понедельник было трудно попасть Ну и говоря о свободе и демократии Естественно, хочется сказать А вот этой, так скажем, зональности данной зоны Ну, что могу сказать Зона-зона Три сезона Это явно зона Это, в смысле, вот так вот Теперь в Америке нормально можно увидеть колючую проволоку Размотанную, так скажем, в местах популярных Ох, может быть это какой-нибудь этот голубой лебедь Я не буду проверять Если вы не против, пойду дальше Да, тут что-то разворочено Чу к чему Ладно, идем дальше Ладненько Вот так вот в двух словах переделали старый даунтаун Лас-Вегаса В котором уже теперь такая дряхлая какая-то лас-веговская жизнь Но при этом всем довольно-таки интересненько все переделали Вот, всем понимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!